Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 12 июля, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Переработчики назвали цену на подсолнечник, хозяйства стали покупать меньше техники, европейские фермеры выходят на протесты. Эти и другие новости смотрите далее. Мы благодарим за поддержку этого выпуска компанию Агрокультура, которая реализует сельхозпроизводителям Юга России биопрепараты Башенком, в том числе биофунгицид фитоспорин АЭС. Фитоспорин АЭС – эффективный препарат для предпосевной обработки семян озимой пшеницы. Он надежно защищает растения от корневых гнили, а также других грибных и бактериальных заболеваний, повышает иммунитет и стимулирует развитие корневой системы. На юге страны полным ходом идет уборка ранних зерновых. Оперативные данные показывают, что урожай явно будет выше прошлогоднего. В Ставропольском крае пшеница дает в среднем 35 сантиметров с гектара. Это на 20% выше, чем в прошлом году. Обмолочена половина площадей. В Ростовской области средняя урожайность ранних зерновых составляет почти 40 сантиметров с гектара, убрана треть. Краснодарский край демонстрирует совершенно потрясающую урожайность. Азимый ячмень дал в среднем 72,4 сантиметра с гектара. Уборка этой культуры почти завершена. Азимая пшеница обмолочена примерно на 20% площадей. Данные по урожайности на 7 июля – 66,8 сантиметра с гектара. А вот горох на Кубани в этом году не очень удался. Средняя урожайность – 25,5 сантиметра с гектара. Аграрии говорят, что бобовую культуру придавила июньская жара. Еще одна характерная особенность этого года – пожары. По данным Ставропольского края, возгорания зафиксированы в половине округов. Огонь унес 1500 тонн зерновых. В Ростовской области на выходных от огня пострадал известный колхоз имени Шалмяна. Пожар тушили всем миром. Приступила к уборке и Волгоградская область. Причем администрация региона довольно забавно сообщила, что аграриям предстоит собрать 4,7 миллиона тонн зерна. Непривычно слышать, чтобы планы по уборке оценивали не в пассивной площади, а в массе урожая. Получается, что пшеница еще на полях, но ее уже взвесили. Ну, дай бог, конечно, чтобы все эти цели были выполнены и перевыполнены. Как мы сообщали на прошлой неделе, расчет экспортных пошлин на пшеницу российское правительство перевело в рубли. В национальной валюте сборы оказались почти вдвое ниже, чем в долларах. Но вот уже с 13 июля ставка пошлин вновь поднимется на пшеницу примерно на 20%. Итак, экспортная пошлина на пшеницу из России с 13 июля составит 5559 рублей за тонну. Пошлина на ячмень поднимется до 3776 рублей, а на кукурузу до 3075 рублей за тонну. Новые ставки пошлин будут действовать до 19 июля. С началом нового сельхозгода экспорт зерна из России чуть оживился. Например, через терминалы Новороссийска с 4 по 10 июля было экспортировано 124 тысячи тонн зерна, что вдвое больше, чем недели ранее, сообщает группа компаний ТБИ. Но оживление пока не видно в ценах. Индекс Союза экспортеров зерна застрял на отметке в 14 рублей и никак не хочет расти. На местах, соответственно, за пшеницу предлагают еще меньше. Например, министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измолков посетовал, что стоимость зерновой продукции упала до 11-13 тысяч рублей за тонну. И такая ситуация вызывает опасения у ставропольских аграриев. Экспортная цена на российскую пшеницу, по данным Совокона, опустилась до 365-370 долларов за тонну, что на 10-15 долларов ниже, чем недели ранее. Падение на фобе фиксирует также национальная товарная биржа. Индекс российской пшеницы опустился на 20 долларов за тонну и 11 июля составлял 382,7 доллара за тонну. Антироссийские санкции и регулирование цен на зерно не прошли бесследно для российской сельхозтехники. Спрос на агрегаты упал, и это подтверждает статистика Минсельхоза России. Глава департамента растеневодства, механизации и химизации защиты растений Роман Некрасов на тематическом круглом столе рассказал, сколько техники приобрели аграрии с января по июнь 2022 года. Число покупок сократилось почти на 20% по разным категориям сельхозмашин, если сравнивать с первым полугодием 2021 года. Сославшись на данные ассоциации дилеров сельхозтехники, Некрасов сообщил, что поставки тракторов в Россию сократились вдвое до 945 штук, поставки зерноуборочных комбайнов снизились на 10%. Российские заводы также оказались в уязвимом положении из-за большого количества иностранных комплектующих. Некрасов признал, что планы по технической модернизации, которые были заявлены в прошлом году, рискуют провалиться. Глава департамента отметил, что на некоторые виды сельхозтехники были обнулены импортные пошлины, другие виды сельхозтехники разрешили ввозить в рамках параллельного импорта. Наконец, Росагролизинг получил дополнительное финансирование, чтобы стимулировать спрос. Чиновник добавил, что Минсельхоз ждет от Минпромторга активной реализации программы импортозамещения. Но на этот счет с Романом Некрасовым заочно, правда, поспорил председатель Совета директоров Россельмаш Константин Бабкин. Посетив выставку инопром в Екатеринбурге, бизнесмен предположил, что Россия просто будет закупать на востоке то, что раньше покупалось на западе. И реально, только 20% будет заменено на российские компоненты. Потому что себестоимость российской детали выходит на 30% дороже, чем можно купить в странах Азии, объяснил Константин Бабкин. Чтобы немного отвлечься от суровой российской реальности, переместимся в засыхающую Европу. Страны европейской части континента в последние недели переживали второй самый жаркий июнь за всю историю метеонаблюдений. По крайней мере, так пишут западные СМИ. Аграрии Евросоюза сегодня действительно находятся в невыгодном положении. Дневная температура в Испании, Франции, Италии превышала 40 градусов, что усугубило дефицит осадков, который, кажется, продолжается здесь в течение всего сезона. В Европейской комиссии ожидают, что на этом фоне сбор пшеницы сократится до 125 миллионов тонн, тогда как в прошлом сезоне было намолочено 130 миллионов тонн пшеницы. Эти негативные ожидания развернули вверх кривую изменения цен. Котировки подстегивает высокий спрос импортеров. Немецкие СМИ сообщают о необычно больших объемах предварительно проданной пшеницы, которая поедет из Германии в Иран и Северную Африку. Французскую пшеницу с нетерпением ждут в Алжире и Марокко. По мнению европейских аналитиков, некоторые государства стремятся заполнить пробел в поставках зерна из Черноморского региона, который может быть. Наконец, одним из запоминающихся событий недели стали протесты фермеров в Нидерландах. Аграрии были возмущены планами правительства резко сократить выбросы оксида азота и аммиака, виновниками которых являются животные и удобрения. Хозяйствам предложили пять вариантов сокращения выбросов, среди которых не использовать удобрения или вообще закрыть свой бизнес. Хлеборобов это возмутило и сейчас в акциях протеста принимает участие более 40 тысяч фермеров из Нидерландов. Кстати, по данным микропереписи, в России насчитывается 118 тысяч 300 фермерских хозяйств. Директор по закупкам группы компаний «Благо» Виктор Пашков на Балтийской зерновой ассамблее назвал в его понимании справедливую цену на подсолнечник. Эксперт спрогнозировал, что в августе подсолнечное масло на базисе ФОБ будет продаваться по 1400 долларов за тонну, шрот примерно по 200 долларов за тонну. С учетом новых базисных цен на подсолнечное масло и рублевых пошлин, справедливая рыночная цена на подсолнечник сегодня просматривается на уровне 25 тысяч рублей за тонну без НДС, сообщил Виктор Пашков. И это, конечно, при курсе доллара 63,5 рубля. Глава масложирового союза Михаил Мальцев, в свою очередь, заметил, что маржа аграриев в районе 100% – это нормально и ждать 300-400% не нужно. Мальцев предрек, что цены еще сильнее провалятся к сентябрю из-за больших переходящих остатков и рекордного урожая. Михаил Станиславович подчеркнул, что модернизированная пошлина на масло и шрот позволит сохранить аграриям высокую доходность от выращивания подсолнечника. В июне, впервые с августа 2021 года, Росстат зафиксировал продовольственную дефляцию. Цены на продовольствие в июне в месячном выражении снизились на 1,1%. Произошло это за счет падения цен на плодовощную продукцию. Белокочанная капуста подешевела на 31,5%, помидоры на 28%, огурцы почти на 20%, свекла на 15%. Дешевели также бананы, груши и виноград. Тем не менее, по сравнению с июнем 2021 года, абсолютно все группы товаров стали дороже. Молочные продукты на 23%, мясо на 14%, рыба на 18%, сливочное масло и макароны более чем на четверть. Закончим выпуск на позитивной ноте. Минсельхоз может смягчить требования по регистрации средств защиты растений. Сейчас в России разрешения получают определенные торговые марки пестицидов и агрохимикатов. В министерстве же обсуждают идею регистрировать только действующее вещество, причем для любых культур, пишет коммерсант. Такая мера должна упростить химическим компаниям доступ на рынок и усилить на нем конкуренцию. На случай, если Байер или Сингента тоже решат покинуть российский рынок. Если регистрацию средств защиты растений действительно упростят, от этого в частности выиграют садоводы и производители ягод. Еще в феврале на съезде Акор фермеры обращали внимание Минсельхоза на эту проблему и просили регистрировать химические препараты только в отношении патогена или вредителя и независимо от культуры. С этим возникают сложности у тех, кто выращивает ягоды, например. На этом наш выпуск завершен. Желаем вам успешной уборки, надежной техники и, конечно, будем благодарны за любой комментарий, который вы оставите. Всего доброго, до следующей недели!